Доброе утро! Вы смотрите рубрику Капитал. Стоит ли в преддверии нового года заниматься поиском работы? Об этом узнаем прямо сейчас. Начинать искать работу лучше всего в мае или июне. Осенью наблюдается резкое повышение количества соискателей, потому как именно в этот период количество резюме, размещенных на хантинговых порталах, увеличивается в 2-3 раза. Об этом свидетельствует исследование экспертов, проведенных согласно данным крупных джоб-порталов. Между тем, этот рынок один из самых нестабильных и постоянно меняющихся. Кроме того, известно, что интенсивность поиска работы соискателями подвержена влиянию сезонных факторов. В среднем, по результатам исследования за 4 года определяется, что каждую осень в октябре и сентябре россияне чаще размещают свое резюме на порталах, а следовательно, активнее занимаются поиском работы. Такая положительная динамика продолжается вплоть до декабря. В преддверии новогодних праздников активность соискателей поиска работы всегда снижается. Это выражается в отсутствии притока новых резюме. Традиционно самые длинные в году официальные каникулы переключают внимание части россиян с поиска работы на встречу и проведение Нового года и Рождества. Однако, если сравнивать показатели декабря 2008 года и декабря 2010 года, в последнем количество зимы увеличилось на 50%. Спад активности в декабре прошлого года по отношению к другим месяцам выглядит несущественно. После праздников в январе обычно конкуренция на рабочее место вновь возрастает. Так что, если вы решили отложить поиск работы на следующий год, подумайте, может оказаться, что шансов до конца года у вас будет куда больше. Я желаю вам удачи, хорошего утра. Вы смотрели рубрику «Капитал».